Итак, вновь стоит напомнить, что в этом строительном сезоне объем дворовых территорий, попавших в федеральную программу формирования комфортной городской среды, существенно больше, чем в прошлые годы. Сегодня таких 18, которые в начале осени будут готовы для детворы и жильцов многоэтажек, подавших заявку на обновление своей дворовой территории. Многие включают комплексный ремонт, асфальтирование, установка малых архитектурных форм, специальное покрытие на площадках. Работы начались еще весной, поэтому времени у подрядчиков было достаточно. Полагаться на авось и заканчивать все в последний момент они не стали. Как отмечает начальник управления коммунального хозяйства и транспорта Абакана Александр Дорохов, 17 дворов готовы на 90%. В активной фазе работы сейчас выполняются во дворах Чехова 135. Устанавливаются малые архитектурные формы, укладывается брусчатка. Подрядчик работает уже на протяжении двух-трех недель, поэтому мы видим позитивную динамику по этому двору. Зашли во двор Вяткина 43, тоже на вчерашний день. Сегодня подрядная организация устанавливает бордюрные камни, готовит двор к асфальтированию. И с вчерашнего дня приступили к работам по двору Гельмана 96. Кроме ряда требований по тем же малым архитектурным формам и покрытию, которые подрядчик безусловно должен исполнить, каждый проект предусматривает асфальтовые работы. Их удалось выполнить раньше намеченного срока и также быстро провести экспертизу. Результат – асфальт соответствующего качества. Для этого транспортно-технический отдел Управления коммунального хозяйства и транспорта производил вырубки. В конце августа и в первой декаде сентября мы можем говорить уже о полном завершении работ по программе благоустройства дворовых территорий текущего года. Константин Аникин, Андрей Ралов, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова